Девушки, всем привет! И молодые люди, если они у меня имеются. Я очень сомневаюсь, но тем не менее, вдруг. Поэтому поздороваюсь. Я сегодня к вам с таким видео. Я буду показывать свои образы из видео, которое я снимала про фильм Барби. Вернее, не про фильм, повторюсь еще раз. Я снимала видео не про фильм, а про явление вот этого, которое мы увидели благодаря этому фильму. Потому что мне там многие написали, не смотрела, но осуждают. Но я же сказала, что я не про фильм снимаю, а про весь этот хайп и истерию, которая сопровождала этот фильм. И почему я возвращаюсь к этому? Я там меняла наряды, чтобы вам было веселее, интереснее меня смотреть. Чтобы не просто была говорящая голова, а немножко, как бы, ну... Какой-то немножко фэшн придать этому видео. Но я себя не показывала полностью, а я показала себя вот так. И мне прислали вопросы, меня стали спрашивать, не могла ли я бы показать, в чем я, собственно, полностью была одета. Потому что у меня там были наряды, у меня там было пар платьев, и у меня был наряд... Первый наряд был черный, total black, потому что я именно хотела на контрасте выступать, так сказать. Остальные были такие ёзовенькие, все такие, знаете, бар-барби, как барби, как будто бы. И я специально, как бы, это сделала, ну, чтобы придать какой-то такой, знаете, немножко перцу. И я решила сегодня показать вам наряды, в которых я снимала. Может быть, не совсем точно, потому что я вам признаюсь честно, у меня там два платья, а остальные у меня были кофточка, пиджачок. В общем, я снимала вот... А внизу у меня были шорты домашние, просто потому что меня все равно было не видно, меня было видно вас до сих пор. И я дополнила то, что вот у меня было на мне надето так, чтобы было видно полностью весь комплект, и вам буду сегодня показывать. Сначала вам покажу на вешалке, вот, что я как бы, как это выглядит, а потом буду примерять, и потом уже в примерке просто подряд буду показывать и примерять их все вместе. В общем, сначала покажу наряд на вешалке, потом покажу себя. Сначала покажу себя вот в полный рост. Ой, стул чуть не снесла. Я вот так вот одета сегодня. На мне юбка в полоску, хлопковая белая рубаха. И вот такие вот босоножки на танкетке. Я, кстати, наверное, так пойду сегодня. Мы собираемся с мужем пойти в город вечером сегодня. Пятница снимаем. Пятница, когда выложу видео, не знаю. Может быть, я так же оденусь. Единственное, что у нас жарко. Наверное, в длинном рукавом рубахе мне будет жарковато. И у меня вот такой вот набор серьги. И колье из камней. Это не винтаж. Это современные украшения. И вот так вот это все выглядит. Давайте я буду вам показывать то, что я решила вам показать. Длинное вступление. Простите, но так вышло. Так, первый аутфит у меня был черный. Как я уже сказала, я хотела сделать на контрасте. Когда-нибудь, если я научусь начинать отрывок видео, без слова так, я буду считать это за свои личные победы. Черный такой у меня, как вы видите, из Зары, жакет атласный такой. Он как будто бы, ну, такой типа фрактоксидом. Большой-большой-большой оверсайз. К нему я просто надела вниз черную футболку. Такую, типа майки-алкоголички на бретельках. Которую я, кстати, использовала во многих своих аутфитах дальше. Потому что я пододела ее. Потом у меня там такое платье было с большим вырезом. Потом кофточка такая прозрачная. У меня была в горошек. Я тоже пододела вниз, чтобы не светиться лифчиком своим. И к нему я собираюсь надеть вот такую вот похожую ткань. Такую атласную юбчонку. Вот коротенькую, да. Вот такую вот с такими небольшими цветочками. Не помню, откуда она у меня. Вот такой вот у меня будет первый аутфит. И в качестве украшений и аксессуаров, и босоножек я вам сейчас покажу, что я приготовила. Чокер. Такой золотистый, типа под золото. Ну, под золото. И с жемчужинками. И вот такие вот жемчужные сережки. Вот такие вот жемчужные сережки. Просто такие колечки с жемчужинками. Обувь я нашла у себя. Вот такие вот босоножки. Чёрные, просто обычные чёрные. Не, они необычные. А, нет, заговорилась. Чёрные босоножки нарядные. Очень со стразиками вот такими вот. Я сначала подумала, что надо взять украшение. Может быть, какое-то вот с такими вот стразами. Но потом подумала, ай, ладно, пусть будет жемчуга наверху и стразы внизу. Почему бы нет? Старым аутфитом у меня было вот такое вот платье. Вот это прям платье Барби. Такое длинное платье. Я вам надену, его покажу с разрезом. И это платье такой цвета фуксии. К нему я надела, к нему я надела вот такие вот интересные бусы. Тоже розовые. Они, видите, сделаны на розовой основе, на ленте. Приделаны вот такие вот красные, разные, разноцветные, красивые стразы. Потом у меня были вот такие серьги, которые участвовали во многих моих аутфитах в этом видео. В нескольких, вернее. Вот такие вот серьги. Круглые, розовенькие. Кольца с розовой эмалевой, со стразами. И в качестве обуви у меня такие розовые шлёпанцы. Вот такие вот шлёпки. На каблучке небольшом. И я, знаете, в начале этого кусочка, значит, на голову ещё прилепила вот такой вот. У меня есть такая, типа шляпки. Знаете, на королевских скачках носят такие. Когда или на свадьбу идут вот здесь. Я шла на канадскую свадьбу и купила вот такую штуку. В этом сезоне в Заре они были. А шла я как раз вот недавно ходила на свадьбу. И там девчонки придумали вот одеться вот как по-старо-английски. Знаете, вот именно вот так, как ходят в Англии. В каких-то шляпках или в каких-то вот таких вот. Это по-английски это называется странным словом фасинейтор. Вот такая вот шляпка, знаете, на ободке. Или шляпка маленькая, которую прикалывают к волосам. Или вот такая вот. В общем, короче, я в ней была. И это очень смешно. Но на видео я ее надела и сняла. Потому что это, конечно, очень окейженал такая вещь для определенного случая. Я не думаю, что буду ее когда-нибудь носить еще. Но на память она у меня осталась. И может быть, когда-нибудь для прикола у нас, знаете, такая компания веселая. У меня подружки любят устроить всякие вечеринки в стиле 20-х, там 50-х. Знаете, какой-то на Хэллоуин. Что-то наряжаться во что-то. У меня уже есть куча фотографий. И я все хочу из них сделать видео. У нас была вечеринка в стиле 20-х. Там девчонки так классно наделись, прикольно. И я все хотела выложить, сделать видео из этих фотографий. Но никак руки не дойдут. Может быть, и пригодится когда-нибудь куда-нибудь еще. Вот такой вот у меня был аутфит во втором эпизоде. Так, аутфит номер 3. Аутфит номер 3. Номер 3. Была вот эта блузка прозрачная в горошек. И к ней я надену вот такую юбку, как Витя. Они, в общем, очень сочетаются между собой. Потому что, видите, юбка из такой сетки в точечку. Внизу розовая такая подкладка. А здесь тоже розовенькая с черненьким. В общем, все это вместе очень симпатично выглядит. И вот такие туфли, которые на самом деле на камере выглядят сиреневатыми. А вообще-то они розовые. Поэтому они не совсем вот в тон розовую. К розовому, ну и ладно. Ну и пускай будет немножко другого цвета. Потому что даже, может быть, есть в этом какой-то интерес. А, а украшения, по-моему, я надевала... По-моему, на мне были вот эти же вот сережки. Вот эти вот. Мне кажется, я уже не помню, я сейчас проверю. Ну да, потому что здесь такой ворот в этой блузке, что здесь ничего не надо. А вот сережки как раз тоже горошек, точечка. В общем, все вот такое вот. Так, ну что ж. Четвертый, да, аутфит? Или я сбилась, неважно. У меня был вот такой розовый жакет. Под низ была надета черная тоже вот эта же майка, алкоголичка. И у меня есть, я решила к нему надеть вот такую совершенно шикардосную юбку. Длинная, очень красивая. С такими немножко розовыми... Розовыми такими цветами. Аппликация как будто бы, да. И у меня в качестве аксессуара был надет на голову вот такой платок. С немножко с сиреневым рисунком, с такой легкой сиреневцой. Я надеюсь, что я смогу повторить его, накрутить на голову таким кандидобером. Так же, как я накрутила его тогда. И вот такие вот сережки. Я вам показывала в своих украшениях из Зары. Они, по-моему, очень подходят к этому платку. Одна, вторая там лежит потом. Когда надену, увидите. Вот такие вот пластиковые смешные серьги. И в качестве обуви я решила надеть сиреневые босоножки, чтобы подержать сиреневый цвет в платке. По-моему, неплохо получилось. И последний образ. На мне было надето вот такое вот необыкновенно прекрасное платье. Я, честно сказать, его купила тоже в Заре, конечно, несколько лет назад. И ни разу никуда не надевала. Как-то у меня не пришлось, у меня оказий, чтобы его надеть. Но я его очень люблю. Оно мне очень нравится. Вот первый раз надела с вами на видео. Видите, оно сделано из такого красивого такой органзы с красной такие точечки. Поэтому я решила поддержать красными усоножками, такими, знаете, яркими. А в качестве украшения я, по-моему, надевала те же самые вот эти вот серьги. Можно было надеть, конечно, что-то красное. Но мне что-то уже не хотелось особо. Мне не было времени искать. И сейчас у меня как-то особо нет времени, чтобы искать какое-то... У меня много есть красных украшений. Но давайте уже наденем так, как наденем. И давайте я сейчас вам всё это примерю. Покажу. Так просто похожу туда-сюда обо всём этом, обо всех этих нарядах. И всё. Вот вы на них посмотрите на мне. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, я сегодня не вижу модели, потому что я очень стеснительный человек. И мне вот эти вот кривляния там так стало, сяк стало. Мне как-то не очень ловко это всё делать. Но положение обязывает ютубера, который показывает одежду, тут уж никуда не денешься, надо кривляться и становиться в разные позы перед камерой. Всё, на сегодня всё. Всех люблю, целую, всем привет из канала. С вами была ваша Дита. Пока-пока-были.